всем привет я как любитель функциональной парадигмы апдейт оставлю на вас а сам разберу delete итак что нам нужно как всегда мы начинаем с файла root нужно прописать соответствующий метод который нас интересует нас интересует delete удалять мы будем по id используем опять home controller и метод который мы создаем называется delete здесь закончили закрываем идем в home контроллер в home контроллере нам нужно создать соответствующий метод def delete как и любой метод он принимает connection параметры параметры у нас как мы помним id мы их сразу вытягиваем используя pattern matching дальше 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 чтобы что-то удалить нам нужно это сперва вынуть get delete get word id и то что мы вынули нужно удалить с помощью метода delete так и мы удалили и теперь создать ответ сразу говорю я здесь проверок на корректность не делаю если некорректно то будет некорректно так теперь мы берем connection передадим им сообщение юзеру что было удалено deleted 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 и перенаправим на главную страницу так с контроллером покончили закрываем и теперь нам нужно разобраться с индекс html разобраться вот с этой кнопкой значит нам нужно создать линку 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 так линку линку так здесь у нас делит метод делит поскольку метод у нас принимает параметры то мы здесь передаем вот это вот эту пару слов word эту структуру айди здесь указывать вовсе не обязательно за нас это сделать каким-то магическим способом феникс но что тут нужно еще сделать нам нужно указать метод что мы используем метод дэли все теперь все готово идем и проверяем так вот у нас ссылки появились на дэли давайте удалим док и действительности вот наше сообщение дэли вот наша шутка и мы удалили из базы данных все дэцом апдейт к словом мало чем отличается от крейта там будут так сейчас я такой контроллер там будет аналогичный порядок только здесь мы будем передавать не пустую структуру а структуру которая у нас хранится базе данных и тут какие данные юзер захочет применить и потом мы попытаемся это дело все сохранить то есть порядок там точно такой же как в создании чуть-чуть изменяется лишь ну и в руте нужно будет создать метод put и метод то есть edit и update то есть нам нужно будет создать страничку где мы обновляем где юзер сможет осуществлять апдейт и метод который будет ответственен за собственно апдейт то есть у нас будет метод put какой-то все удачи может позже разберу как это делается see you next time you 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 you